Нитин Кумар приехал в Украину много лет назад. Сам он из Джаландхара, это город в индийском штате Пенджаб. Когда в Украине началась война, Нитин отправился в военкомат, но тогда из-за индийского гражданства на фронт его не взяли, после чего он решил стать волонтером. Сейчас он оказывает гуманитарную помощь украинцам, живущим в условиях вооруженного конфликта, зачастую рискуя собственной жизнью. Здравствуйте, Нитин. Как давно вы живете в Харькове и как вы вообще туда приехали и чем там занимаетесь? Вы приехали в Харьков в 2003 году. Как вообще так получилось? На кого вы учились? Вообще занимался раньше моторолом. Американская фирма, Матеролас Слушан, у них работала в Украине, была их официальным представителем. Росли этот бизнес в 2018 году. И с того время продают 3D-принтера и расходники. Это полимерная смола, филаменты и так далее. Этим сейчас плотно занимаются. Скажите, а как вообще вот вам Украина как страна для жизни? Вы решили там вот остаться, уже столько лет живете? Отличная страна. Жизненная, радостная страна вообще-то. Ну, если так в двух словах. Нравится, люди тут добрые. Нет такого, знаете, как в других странах. Сейчас слово подберу, вот у меня есть очень много друзей по всему миру, да, там, кто-то в Америке живет, кто-то там Австралия живет, кто-то еще живет. Они все встречали расизм. Вот есть слово такое расизм. Я в Украине этого не встречал. Ну, сколько лет живу, я этого не видел. Но у меня такого не попадало. А так объездить в Украину, ну, люблю эту страну, живу, поэтому тут. Русского языка вам хватает? Вы знаете украинский язык? Русского языка может быть. А гражданство у вас какое сейчас? Индийское. Индийское. Как вы застали войну в своем городе? Как застали? Я вообще не знал, что 24-го война начала. Это только вечером часов 6-7, ну, собрался и идти домой, и уже понимаешь, что транспорт не ходит. Ну, то есть, транспорт нет. Мы только закрыли, маршруты тем более нет. И потому я начал лазить интернет. Ну, короче, интернет и видишь, что Россия начала бомбить Антарков сегодня 5-го часа. И тогда понял, что они начали войну. Почему вы, несмотря на войну, решили остаться в Украине? Это меня многие спрашивают, даже мои друзья спрашивают, что они остаются. Ну, просто я не вижу в этом никакого смысла. Если я прилетела в путь, оно прилетит где-то в другом месте. Просто смысла от этой суеты нет. Бега туда, ехать туда, здесь, там еще такой фактор есть, такой человеческий. Когда живет в одном месте, ну, не хочется ему бросаться в дом, его там, ну, в его круг, друзей, дня, там. Там есть такое слово, я забыл, сейчас оно называется, который пустылькорный, и там уже, ну, в свое дерево. Скажите, как вы вообще решили стать волонтером? Все-таки это не так просто. Сейчас у всех трудности, это нужно еще ходить на работу и при всем этом помогать людям. Волонтерские деятельности я занимаюсь примерно где-то с 16 марта, может, с 14 марта. Ну, точно, честно, не могу сказать. Это у нас есть организация, называется «Дюнайкистик». Американская организация, это птичьи из всего мира объединились и создали свою организацию. Я у них работаю сейчас координатором по Украине. Первый день, я вообще не знал, что война была. Воскресенье, когда здесь слышишь звук самолетов, над небом, где-то начнешь стоять. Потом проходит какое-то время, там, день, два, три, четыре. Ты сидишь дома, никуда не идешь, город закрыт, везде стоять посты, начинаешь что-то думать, надо что-то делать, то смысл себе дома. Потом был, подумал, подумал. Что же делать? Приходу на работу. Работать домой. Тут война. Ползия от меня нету такой. Тогда решил уже созвониться с нашими ребятами, которые в штатах. Они его где помогали, тогда в Шигинях. Тут на гарнице с Польшей, Украиной. Я им сказал, давайте будете помогать в Харкове, я буду работать вашим волонтером безвозмездно. Никакие длинные отношения. Ну, и так он стал волонтером и все. Что входит в ваши обязанности? Координировать нам все движения, которые есть. Ну, в Харкове мы раздаем бомбинтарную помощь. Дальше раздавали помощь в Киеве, Буча. Тут на гарнице с Польшей есть такой посолок, надевается Шигинь. В школе помогаем бельгинцы, которые у нас в Востоке, которые сюда приезжают. Предоставляем им жилье. Жилье, пища. Вот, смотрите, вот это у нас кухня. Сейчас самру переверну. Это наш волонтер. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот у нас конфорки такие, да. Вода, бочка. Руджи. Как это называется? Чан или я не знаю, как это называется. Вы поняли, да? Маленькая камера. Вот. Холодильник. Это все тут готовится каждый день. Ну, там, макаронолка, духовка какая-то. Чай, кок и сахар. И, смотрите, я сейчас нахожусь в Шигине. Это гарница и вот, короче, собственно. Вот мы находимся. Вот видите, да? Это наша дниза, седьмая тесня. И, получается, вот короче, гарница. Вот видите, горит такой елочка такая стоит. Видите, концы. И свет такой горит красный. Да. Вот это гарница получается. Вот это. От гарницы получается вот оно. У нас есть все. Это с одной стороны дороги. А с другой стороны, получается, вот, через другой стороны. Оранжевый плак. Как у вас получается совмещать работу и волонтерство? Все-таки вы живете в Харькове. То есть вам нужно ездить в этот офис на границу с Польшей. Как вы находите на это время? Ну, смотрите, в Харькове есть очень хорошие друзья, которые помогают справить там мой заказ. Ну, он понял, да? Ну, если есть какой-то заказ, то они помогают. То есть, когда я не Харькове, то сайты работают не останавливаются, она просто становится чуть-чуть медленной. Мы помогали чисто по заявке. У нас есть один такой шаблон. Ну, Google Forms надевается. Ну, Google Forms создали. Кто-то есть из запчищи туда, мы обзывание возьмем, звоним. И потом обрабатываем, и мы будем так его заявлять. Стандартные 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 стандартные. Такие наборы собираем. Там, у нас на трассе, там, женские прокладки, там, как-то, там, там, корм-то, для мальчей. Вот. Судья, паса. Помощь приходит из разных стран, конкретно ваш офис. Смотрите, я вам скажу по-другому. У нас есть очень много храмов по всему, по всему, земному шару, так называемое. То есть, когда началась война, то люди начали поддерживать очень много вещей на странах. Ну, наши там, Хриховские храмы, надеваться кундуарам. Они начали это все именно туда пожертвовать. И там, оттуда оно все собирается, и идут, получается, сюда, через Польшу, туда, в Кирин. У нас есть еще одна организация, Каркова, называется Byte Some People. Мы с ними сотрудничаем, то есть, любую помощь, которую мы получаем с Америки, или с Европы, или с других стран, мы эту помощь делим по разным регионам. Карков, Суми, Киев, и вот это наша западная Украина, Львов, Львовская область. Вот. Получается, большая часть, больше, чем 50% помощи идет в Каркове. И это все получается с помощью By Some People и Женщики. Это все раздается в поселок. Спасибо вам. Ящики, ого, люди поднять не могут. Люди не могут поднять ящики. Ящик один, уберите. Кстати, по поводу Малиновки. Это один такой поселок, который всегда был под этим обстрелом, и туда никто не ездил вообще до сегодняшнего дня, так мы называем. В 6-й месяц, с 22-го числа, мы отвезли помощь в Малиновку. Есть все там бумажки, там, журнал записи, кто получил помощь, кто не получил. В общем, в коллекции получилось 321 человек, которые получили помощь на Малиновке. Дорогачи ездили часто очень. Это в основном пожелие людей, это лекарства, таблетки какие-то, сиропы, ну, такого плана. Это мы туда разводили. Что самое сложное в вашей деятельности волонтерской? Самое сложное, это закрыть свои эмоции внутри. И с другой стороны, когда я помогаю людям, да, вот сейчас, это такой боеобразный, такой, сейчас говорю слово. Ну, как заряд, наверное, эмоций какой-то тоже своего рода. Такой бодрость. Вот это в основном такие эмоции. Но иногда очень грустно, вот я встречаюсь с многими людьми, да, иногда так грустно, что люди шли пешком больше, чем 50, 60 километров. Это знаете, где золото под Харков, в области? Вот люди шли оттуда пешком, сетрыми, с петьми, с шести детей, ну, многодетный снег, она шла пешком в Долочево прямо до Харкова. С петьми. Какая история за время вашей деятельности поразила вас больше всего? Не могу сказать. Все истории, они одинаковые почти, понимаете? Боль. Люди потеряли свои квартиры, люди потеряли свои дома, накапливали там годами, ну. А скажите, насколько вообще опасно заниматься этой деятельностью? Вот вы сказали, что ездите так же и в зоны, где происходят как раз обстрелы. Опасно везде? Да, опасно. Потому что, ну, ты не можешь сказать, что сейчас прилетит, и куда оно прилетит. Когда едем в таких зонах, обязательно одеваем бронегипет. Стал. Там, класс 3-й хотя бы. И на ногах одеваем такой, ну, штаницик, в ларополе. Ну, туда ездить страшно. Потому что, знаете, хочется для стороны что-то делать, тебе что-то 20 лет работает, а тут это такая мастерская. Хочется, знаете, как-то отдать обратное, отдать должно, или, я не знаю, знак благодарности, или, ну, я не знаю, такое слово тут больше подходит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok